Приветствую всех дачников, огородников. Сегодня суббота, 10 декабря, 22-й год, центральная Украина, юг Полтавщины. У нас сегодня тепло, плюс 10, ветер слабый, 3 метра за секунду и южный. Вот, смотрите, поукрывал я уже до дождя. У нас лужи стоят и вот обязательно отрава для мыши установлена в укрытие подвесное. Инжир я тоже с гранатом укрыл, как раз перед ночью, когда обещали минус 9 ночью. Напоминаю, инжир выдерживает без повреждений до минус 14, ну, минус 15 кратковременно, без даже частичных повреждений плодовых почек. А гранат до минус 10, насколько я помню. Возможно, минус 12, отдельные сорта. Я вам в прошлом году рассказывал, в прошлом году, вернее, этой зимой прошедшей, мыши у меня объели практически весь инжир. Кору объели под ноль. Я вам тогда обещал показать, как по-новому я собираюсь укрывать инжир. А по-новому, в принципе, технически ничем это не отличается. Отличается единственное только сроками. Я укрыл буквально, мы всей семьей старались, укрыли за два дня вот этот молодняк. Вот, здесь у меня отбило от корня по-марийски, там я потерял блэкиталия и посадил. А, и долмацкий у меня объели очень неплохо, вон там, очень серьезно объели. Спас я одну почку, прорастел один саженец. Вот, и плюс еще купил саженец долмацкого, годичный, хороший, то есть будет еще маточный куст для подстраховки. Два, два, три граната даже у меня вот есть, вот эти вот три. И, как я уже вам говорил, я изменил сроки укрытия, то есть укрывал уже по легкому морозцу. Ночью было до минус пяти, то есть, как я уже предполагал, и мне подсказали еще ранее, мыши уже до этого времени нашли себе место, зимовку, вырыли себе кладовые норы и там зимовали. Я надеюсь, что в этих ямках-приямках они зимовать не будут. Ну, на всякий случай тоже поставил в приямке вот такие вот отравы, мисочки с отравой. Вот здесь тоже миски с отравой от мышей, крыс, ну, покупали ядреные. Так что я очень надеюсь, что, изменив сроки укрытия, я... Минуя такую беду, как объедание мышами. Но старые кусты я не укрывал пока еще. Пока еще температура терпит. Вот у меня облакмессии. В июле дает, а то иногда и в конце июня дает фиги, то есть, первый урожай генерации прошлого года. И еще не укрывал. Вот виноград я уже вот так вот укрыл, как я вам говорил, если вы следите за моими видео. Вот лужи стоят, дождь льет у нас уже 2-3 дня. То есть, внутри фашины сухие у меня. Так вот, старые кусты. Здесь у меня 6 или 7 летние уже точно летопись не веду. Это у меня вот бронзвик. Бирочку я навесил, это у меня бронзвик. Да. И рядом соседствует Белый Адриатический. Вот. Тоже еще не укрывал. Но видно старые места, прошлогодние пирушки мышиных остались. Вот объели кору. Почему-то они очень любят инжир. Капец. И вон там тоже на штампе. Сейчас я приближу. Вот, видно вам. Вот. Пока еще не укрывал. Пока погода терпит. И морозы пока еще. Почему я, кстати, для новичков, почему старые кусты я пока еще не тороплюсь укрывать. Дождусь сухой погоды, пока просохнет, подсохнет. Чтобы, во-первых, по грязи не топтаться. Ну, а, во-вторых, лозы должны уйти в зиму сухими. Вот. Еще вам покажу. Вот, смотрите. Вот будет, вероятно, фига. Вернее, бреба. Бреба будет от генерации этого года. На следующий год это будет уже плодик вырастет. Так скажем, плод. Соцветьте, если быть точным. Закладывают урожай, который созреет в прошлом, в следующем году. Закладывают в этом году. Вот. И так на всех молоденьких веточках могут быть заложен урожай. Старые кусты более мощные, уже более закаленные. Корневая у них мощная, уходит немножко поглубже. Хотя, учитывая, что у инжира корневая поверхностная. Где-то сантиметров примерно 20, не более. Ну, у старых, возможно, сантиметров 30 уходит вниз. Ну, и плюс листья. Все такой небольшой опад. И, то есть, в нашей климатической зоне 5Б. Когда морозы очень-очень редко достигают до 28. Это раз в пятилетку, может, раз в 10 лет. Минус 30 будет. А так у нас относительно тепленько. Поэтому я не тороплюсь укрывать. Просохнут лозы, просохнет грунт. И тогда укрою по-сухому, один в один. Бронзвик направлю к белому адритическому. А белый адритический, если так, к бронзвику. Лешнее обрежу, что выходит за пределы ямы. У меня там посередине есть скоба. Все это нагнутое придавлю. Прижму к скобе, чтобы было на уровне земли. И тогда укрою спонбондом, а сиркушифером. Вот так. Погодка у нас, конечно, мокрая. Очень хочется, чтобы следующий год был, во-первых, мирным. Чтобы нас не бомбили. Почем зря. И, во-вторых, чтобы был год удачный, теплый. Не такой, как два предыдущих были. Сырые, холодные, дождливые. Чтобы даже у меня Анюта, виноград, не успел вызреть. А сроки созревания сдвинулись на две, две с половиной недели. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Традиционно желаю вам хороших урожая, поменьше булящик на ваших судах и огородах. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok